МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело блогеров. Перезагрузка не случилась. Приговор не смягчили. Семейный бизнес довел до скамьи подсудимых. В Самаре стартовал процесс над супругами-сутенерами. Апостол народной трезвости. 150 лет со дня рождения знаменитого самарца Михаила Челышова. 5 тысяч лет без подзарядки. Ученые Самарского университета создают источник энергии будущего. В основе инновационной технологии мирный атом. Самарцы научились преобразовывать радиоактивную энергию в электрическую. При этом экологично и недорого. Разработка может применяться и в медицине, и в автомобилестроении для беспилотников и различных датчиков. Создателями ядерной батарейки познакомилась Валерия Макарова. Виктор Иванович Чепурнов в эту лабораторию приходит уже 30 лет. Здесь ученые вместе со своей командой работают над созданием бета-батарейки. Проще говоря, вечной батарейки. Суть технологии – преобразование радиоактивной энергии в электрическую. То есть, тот источник памяти, который будет подпитываться бета-батареечкой, он может существовать тысячелетия. И дело не только в бесконечном хранении информации. Разработка может применяться и в медицине, и в автомобилестроении для беспилотников или различных датчиков. Это может быть, например, в умном автомобиле. То есть, там какие-то процессы. Умный дом, система умного дома. То есть, это вообще батарейка для систем будущего. Для приборов, которые будут в будущем более распространены. Сейчас их очень мало. Самарская технология позволяет создавать автономный и при этом микроскопические источники энергии. Ученые используют особый изотоп углерода в качестве радиоактивного элемента. В отличие от аналогов, он безвреден и отличается низкой стоимостью. Эта кремниевая пластина – только исходный материал. На ее основе и будет сделана так называемая ядерная батарейка. Работать она может больше пяти тысяч лет. А значит, это просто идеальный источник энергии, допустим, для кардиостимуляторов. Настоящее спасение для тех людей, срок жизни которых ограничен работой этого аппарата. Еще одно новшество – пористая подложка из карбида кремния. Она и задерживает радиоактивное излучение ядерной батарейки. Карбид кремния – третий по твердости материал на Земле. А еще может выдержать температуру до 350 градусов. Проект самарских ученых уже на слуху. Его поддержал Российский фонд содействия инновациям и нанотехнологический центр Самарской области. К нам поступают опренные уже запросы, и они заставляют нас дополнительно работать, дополнительно искать источники финансирования для того, чтобы удовлетворить требования заказчиков. Они достаточно непростые. Сейчас группа ученых отрабатывает технологию, а первый прототип ядерной батарейки появится в ближайшие месяцы. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Оставить без изменений трём самарским блогерам не удалось убедить апелляционный суд в своей невиновности. Напомню, в июле этого года Дмитрий Бегуна, Олега Иванца и Наталья Миронова обвиняемых в вымогательстве приговорили к реальным срокам лишения свободы. И вот сегодня состоялось заседание суда, где повторно решалась их судьба. Доводы всех сторон выслушал Павел Баймаков. Заседание суда апелляционной инстанции началось с задержкой почти в час по неподтвержденной информации из-за того, что в следственном изоляторе Сызрани, где содержится Олег Иванец и Наталья Миронова, были проблемы с электричеством. Но ждать всё равно пришлось, так как общение с осуждёнными блогерами проходило посредством видеосвязи. «Признаю свою вину полностью, но считаю наказание слишком суровым». Это слова ранее осуждённой на пять лет Натальи Мироновой. «Нас осудили как за убийство. Понимаете, за убийство меньше тайн». Гособвинение, в свою очередь, считает, наоборот, наказание слишком мягкое и каждому не мешало бы накинуть срок. «Поскольку прокуратура не согласилась с тем наказанием, которое было определено судом, в частности, мы согласились с доводом суда о необходимости применения статьи 64-й при назначении данного наказания, поскольку считаем, что с учётом характера совершённого преступления, роли каждого из них, данное наказание является чрезмерно мягким. «Бегун» и «Мироновой» дали наказание ниже низшего предела, предусмотренную санкцией статьи 163-й части ТК «Кодекса». Трёх самарских блогеров задержали в октябре прошлого года. По версии обвинения «Бегун», «Миронова» и «Иванец» вымогали у бизнесмена Сергея Шатила 3 миллиона рублей за то, чтобы не выкладывать в социальные сети, якобы компрометирующую его информацию. По словам осуждённых, о вымогательстве речь вообще не шла, а велись переговоры о некой пиар-компании потерпевшего. Я считаю, что суд первой инстанции не справился со своей обязанностью. Он не исследовал ни доказательств, сделал очень много нарушений, вообще глубоко не копался. В итоге приговор оставили без изменений. В колонии строгого режима «Дмитрий Бегун» проведёт 6 лет, а «Лековонец» – 7. Наталья Миронова останется за решёткой на 5 лет. Адвокаты намерены идти дальше и обжаловать этот приговор в Верховном, а затем и Европейском суде по правам человека. Павел Баймаков, Артём Сулайманов. События. Аморальный бизнес. В Самаре судят организаторов в борделе. Салон показаний у интимных услуг создала семейная пара. Супруги нанимали девушек через интернет, там же искали клиентов. Раскрыть незаконную схему удалось с помощью оперативного эксперимента. В подробности громкого дела разбиралась Алина Чемерес. «Салон по оказанию интимных услуг работал в Самаре больше двух лет. Незаконный бизнес организовала супружеская пара. Своих сотрудниц набирали по интернету. У девушек был плотный график, работали они каждый день. Имела место и корпоративная культура. Появляться на работе девушки обязаны были одетыми по дресс-коду, исключительно в платье и на каблуках. И ни в коем случае не употреблять алкоголь». «Жрицы любви» обслуживали клиентов по всему городу. В салоне работали свыше десятка девушек. «Посредством социальных сетей предлагали девушкам работу с высокооплачиваемым. Организация была транспорта. Кроме того, были, согласно версии следствия, были установлены правила оказания услуг. В том числе была установлена заработная плата. А также были установлены условия выхода на работу, штрафы за невыход на работу». Прикрыть незаконный бизнес удалось путем контрольной закупки. Трех девушек и их начальницу задержали в бане с поличным. Позже нашли ее супруга, организатора борделя. «А что, пожалуйста?» «Три с половиной». «Три с половиной? Журок дорого». «Ну, три. Ладно, если вам много возьмите. Три? Да. «Много возьмите». «О, дешевле». «Да». Одна из девушек по делу проходит как свидетельница. Общаться на камеру по понятным причинам отказывается. Говорит, на работу устроилась по интернету. В месяц порой получала 100 тысяч рублей. Уволиться, рассказывать не давали. Угрожали расправой. Теперь делится с прошлой жизнью покончено. Перемены ждут и горе бизнесменов. По закону им грозит до пяти лет колонии-поселения. Алина Чемерис, Василий Калдашов. События. Вошли в отопительный сезон без эксцессов. Сегодня в Самаре к теплу не подключен только 1% зданий. Но и с этой проблемой коммунальщики обещают справиться к концу недели. Также для обнаружения неполадок работает горячая линия. Она уже приняла более полутора тысяч обращений. Еще около тысячи звонков зафиксированы телефонной системой. С абонентами оператора свяжутся в ближайшее время. Но на некоторые жалобы удалось ответить оперативно. Сегодня под контролем находится 40 порывов. Марьяна Мирная продолжит. Уже завтра синоптики в Самаре прогнозируют похолодание до минус 2 градусов и снег. Но за погоду в доме самарцам переживать не стоит. Отопление дали уже в 99% зданий. Коммунальщики обещают устранить неполадки до конца недели. И тепло будет уже везде. В этом году по поручению главы Самары Олега Фурсова тепло дали не дожидаясь, пока низкие температуры воздуха продержатся более пяти дней. Уже с 26 сентября батареи согрелись в детских садах, школах и больницах. Далее в жилых домах. На сегодняшний день мы вышли на ситуацию точечную, где какие дома не подключены и работа по стоякам. Поэтому мы заостряем внимание для того, чтобы сегодня не накалять ситуацию до сумасшедствия, а именно решить ее в течение этой недели. Задача стоит на сегодняшний день дойти до каждой квартиры, до каждого стояка, до каждого жителя, чтобы он был обогрет и обласкан властью. Чтобы устранять аварийные ситуации на теплосетях, ежедневно работают от 12 до 14 бригад, а также горячая линия, по которой можно сообщить о перебоях в подаче тепла. Еще одной темой совещания стали компенсации за оплату коммуналки. С 1 ноября их будут получать льготные категории граждан. Министерство социальной поддержки ведет подготовительную работу с управляющими компаниями и ТСЖ. Планируется, что с коммунальными конторами будут заключены соглашения об обмене информации, благодаря чему льготники будут получать частичное возмещение расходов. Детали сейчас прорабатываются. Предполагается, что льготникам для получения компенсации никаких бумаг собирать не придется. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. А вот насколько готовы к зиме школы и детсады, сегодня проверили депутаты Самарской городской дома, которые отправились с инспекцией в промышленный район. Репортаж Андрей Горгуленко. В 53-й школе, рассказывает ее директор, этим летом отремонтировали систему отопления. Заменили стояки, обновили трубы. В классах стало гораздо теплее. Никто у нас ни в каких там пиджаках, кофтах, куртках не сидит. В прошлые годы у нас в этих кабинетах зимой дети иногда вынуждены там были шапки одевать, потому что холодно было. Члены фракции «Единая Россия» и Комитета по образованию Самарской городской думы проверяют температуру школьных батарей. Комиссия побывала и в 403-м детском саду. Впечатление достаточно положительное. И детский сад, и школа готовы к отопительному сезону. Оставшиеся проблемные вопросы будут обязательно нам представлены в городскую думу. И мы в рамках подготовки к бюджету 2017 года эти вопросы постараемся вместе с департаментом включить в бюджетное финансирование 2017 года. Сейчас тепло подано во все образовательные учреждения Самары. За исключением 12 зданий. Из-за аварии на магистральных и квартальных тепловых сетях. Их сейчас устраняют. В целом, в основном, все образовательные реализации подготовлены, все актированы. Сегодня мы накопили, обобщили большой материал. Он трудозатратный по финансовому, но жизненно важный для реализации. Школы и детские сады на готовность к зиме проверят не только в промышленном районе. Такие выездные заседания проведут по всей Самаре. Андрей Горгуленко, Григорий Плежаков. События. Самарский вице-губернатор Александр Кабенко возглавит российскую венчурную компанию. Ее основная цель – создание в стране собственной индустрии венчурного инвестирования. РВК появилось в 2006 году по инициативе Минэкономразвития. По сути, это фонд фондов, то есть вкладывается он не напрямую в проекты, а через структуры, куда привлекают частных соинвесторов. В конкурсе на место директора также участвовали заместитель прежнего гендиректора РВК Евгений Кузнецов и заместитель главы фонда содействия инновациям Павел Гудков. Но победил Кабенко. Какие у него планы, узнала Валерия Макарова. Конкурс на позицию нового гендиректора российской венчурной компании подошел к концу. Ее руководителем стал Александр Кабенко, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. До этого он работал топ-менеджером на Автовазе. Это достаточно серьезная оценка в том числе региона и тех успехов, которые достигнуты в регионе в части развития инновационной сферы. Нам удалось построить инновационную экосистему, нам удалось добиться достаточно существенных, видимых и значимых результатов. Новый руководитель РВК Александр Кабенко считает, нужно развивать сообщество бизнес-ангелов, так называют инвесторов, которые выступают наставниками у стартаперов. Привлекать корпорации и университеты для создания корпоративных и университетских фондов, развивать кооперацию с российскими и международными венчурными фондами. Также РВК постарается решить нынешние проблемы венчурной отрасли. Пост министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кабенко покинет в ближайшее время. Его преемника на эту должность назначит губернатор. По словам Александра Кабенко, эта смена деятельности для него не кардинальная, ведь инновационное направление было важной частью работы и в областном министерстве. Теперь успешный региональный опыт вице-губернатор будет применять и в масштабах целой страны. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Далее, коротко о других темах дня. Мурат Кабалоев стал начальником управления генпрокуратуры в Центральном федеральном округе. Экс-прокурор Самарской области уже вступил в новую должность. Напомним, именно этот пост занимал пришедший на место Кабалоева Константин Букреев. Букреев был назначен прокурором Самарской области, указом президента от 6 октября. Теперь для окончательного вступления в должность он должен дождаться приказа генпрокуратуры о своем назначении. Под Тольятти паршютист получил ожоги и перелом ноги, угодив на лэп. Это произошло в районе села Подстепки около 11 часов. Мужчина с электротравмой, обширными ожогами и травмами бедра был госпитализирован. Точных данных о пострадавшем нет. Предположительно, он из Ульяновской области. Как он оказался в районе лэп и как потом спустился на землю, неизвестно. В Самаре ищут преступника средь белой дня, изнасиловавшего 17-летнюю девушку. ЧП случилось неподалеку от двух детских садов и школы. Потерпевшая в этот день возвращалась домой. Она шла со стороны школы по асфальтированной дороге, ведущей к улице Запорожской. Силовики просят откликнуться всех очевидцев происшествия. Может быть, кто-то располагает какой-либо информацией, имеет видео с регистратора или узнает этот фоторобот. Новокуйбышевский театр «Грань» подал заявку на участие в престижном театральном конкурсе «Золотая маска». На этот раз на суд экспертного совета представлен «Корабль дураков». Спектакль уже получил Гран-при фестиваля театров малых городов России. Будет ли он номинантом на «Золотую маску» станет известно в ноябре. Выпуск продолжит новости экономики. Я передаю слово Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Цена на нефть сегодня шла на рекорд. Стоимость одного барреля впервые за год превысила 53 доллара. Днем наметилось небольшое снижение и сейчас за одну бочку марки «Брент» дают 52 доллара 80 центов. На 12 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 19 копеек. Евро 69 рублей 12 копеек. Золото стоит 2531 рубль, серебро 35 рублей 66 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 63 рубля 66 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 54 копейки. Ассоциация европейского бизнеса определила топ-25 самых продаваемых автомобилей в России. В лидерах – Киарио. На втором месте – отечественный седан «Лада Гранта». Регионы страны получат почти 4 миллиарда рублей на льготные лекарства. В Самарскую область из этой суммы направят 74 миллиона. Жильем в Самаре начали активнее интересоваться москвичи и петербуржцы. Заметный интерес проявляют и жители Республики Татарстан, Краснодарского края и Ростовской области. На этом все. Удачи в делах! Вернулись в детство. 50 школьников из Донецка приехали в Самарскую область на оздоровление. Почти месяц они проведут в центре «Березка», что в Новокуйбышевске. Проект помощи детям из Луганской Донецка реализуется второй год подряд при поддержке регионального правительства. На вокзале гостей встречала наш корреспондент. 28 часов в пути пролетели незаметно, говорят юные путешественники. В Самаре все они впервые и ждут от этой поездки много впечатлений. Мы ждем того, что мы познакомимся с новыми детями. Мы так рады, что мы сюда приехали. Нам такой шанс дали. Все ребята занимаются в Киевском доме творчества Донецка. Поют, танцуют, участвуют в спектаклях, увлекаются рукоделием. В Самару ребята приехали не с пустыми руками нашему телеканалу. Они подарили вот такую рукодельную тарелочку в память о своем родном городе. Отдыхать и оздоравливаться дети из Донецка будут в Новокуйбышевском центре «Березка». Средства на поездку ребят выделены из резервного фонда губернатора Самарской области. Есть дети, у которых нет домов, они живут в общежитии. Есть дети, у которых родители папы погибли. Есть дети, которые остались без крова. Это очень тяжело. И, конечно же, для них это большой шанс вообще куда-то поехать и оздоровиться. Поэтому огромное спасибо. Это большой подарок для детей. Это действительно такой огромный акт милосердия. Учитывая все обстоятельства, которые происходят у нас в Донецке, в Луганске, это очень важно. Это для деток, вот как они и сказали, действительно шанс отдохнуть, оздоровиться. Может быть, даже наесться, я так скажу. В Новокубышевске дети пробудут 24 дня и вернутся домой в начале ноября. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Апостол народной трезвости, городской глава, член Государственной Думы – все это Михаил Челышев. 150 лет со дня рождения знаменитого Самарца отмечают в городе. Челышева называли миллионером из народа. Именно при нем развернулась активная борьба за трезвость в начале 20 века и был принят сухой закон. Традиционно осенью в Самаре проходят челышевские чтения. На этот раз на них было принято решение еще раз напомнить современникам имя знаменитого самарца. Как именно узнала Олеся Корецкая. «Если водку заменить на простоквашу, то революцию как рукой снимет», – говорил Михаил Челышев. Выходец из крестьян. Он стал сначала купцом Первой гильдии, а затем городским главой и членом Государственной Думы. Именно благодаря его стараниям в России в 1914 году приняли сухой закон. С неистовой страстностью он боролся с пьянством. Самое существенное – это то, что Михаил Дмитриевич прожил яркую и короткую жизнь, но он увидел результат своих усилий. Активный поборник здорового образа жизни Михаил Челышев многое сделал для Самары и России. Он активно развивал экономику и строительство. При нем возвели те самые челышевские дома, буквально символы Старой Самары. И в год 150-летия апостола трезвости Самара провела несколько праздничных гуляний и встреч. Считаю, что 150-летний юбилей Михаила Дмитриевича Самара встретила достойно. Работа по сохранению памяти о великом гражданине Самары мы обязаны все продолжать. И, конечно, будем это делать администрацией города, всеми нашими структурами. В ближайшее время в Музее истории города имени Челышева обновится экспозиция, а также в школе номер 16 продолжатся челышевские чтения. Здесь никогда не ставится задача обеспечить то, что называется массовость. Главная задача чтения, чтобы тот, кто пришел на них, он обязательно бы продумал, ради чего это делается, что новое он может открыть. Челышевские чтения проходят уже третий год. Собирают десятки юных самарцев, неравнодушных к истории своего города и людей, которые эту историю создавали. Улица Фрунзе, бывшая Саратовская. Мало кто знает, но в 1915 году она на несколько лет получила имя Михаила Челышева. Сейчас, спустя больше ста лет, участники челышевских чтений работают над проектом, чтобы отразить на улице Саратовская Челышева-Фрунзе все ее названия. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События. Новости спорта. В эфире слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Надежда самарского самбо Владимир Березовский на ковре мемориала Чикина. Не разбирая спортивной сумки, мастер-международник прямо с Кубка России, где он стал третьим, решил попытать счастье в родном городе. Однако победителю первенства мира сил не хватило. Поражение в полуфинале. Физическое состояние на спаде. Последний момент просто решил побороться. Как бы приехал, не хотел выступать. Переоделся, размялся. Ну, думаю, поборюсь. Если что-то травмы старые всплывут, сразу снимусь врачом соревнований. Мемориал известного куйбышевского тренера по самбо Михаила Петровича Чикина прошел в 20-й раз. Именно Чикин открыл первую в нашем городе секцию самбо. Первые в Куйбышеве мастера спорта СССР тоже его спортсмены. Студенты аэрокосмического института. Начинались, как день борьбы просто проводились несколько лет. Потом решили провести соревнования на уровне города и области. И несколько лет так было. А уже примерно лет 7-8 назад мы решили, что доросли до того, чтобы проводить его, как все российские соревнования. 130 самбистов в 9 весовых категориях бороли за награды мемориала Чикина. Половина – представители Самарской области. Остальные приехали из 17 регионов России. Борьба сам приравнена к олимпийскому виду спорта. Ну и поэтому детей очень много ходит. Конкурентность очень большая. Сейчас на мире, на Европе уже просто так не выиграешь. Ну в основном, конечно, все конкуренты – это страны наши, ближнего зарубежья. Для одних мемориал Чикина – это подготовка к чемпионату страны, для других – возможность получить звание мастера спорта. А для этого надо было на турнире победить как минимум в трех схватках. Из 9 весовых категорий самарским самбистам повезло только в одной. Джонни Абусулидзе в 68 килограммах стал первым и получил звание мастера спорта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok